В Самарской области продолжают развивать внутренний туризм. В регионе стартует очередной этап проекта «Поехали». Карты, деньги, полицейские стволы. Человеки закрыли подходит на казино. Это будет двухуровневая эстакада. В мэрии Самары обсудили концепцию будущего проекта по строительству пятой очереди набережной. 74 новых случаев коронавирусной инфекции выявлены в Самарской области за минувшие сутки. Жертвами заболевания снова стали еще 15 человек. Таким образом, общее число достигло 1872. Такие данные в полдень опубликовал Федеральный оперативный штаб. Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 64 376 жителей региона. 61 498 выздоровели. Из них 79 за последние 24 часа. В целом, по России за последние сутки выявлено 8 373 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Сфиксировано 406 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 135 человек. 2 июня в Самарской области стартует третий этап проекта «Поехали». Суть его состоит в том, чтобы рассказать жителям, где можно интересно использовать и провести свободное время, не покидая территорию региона. Для этого организуется пресс-тура с участием журналистов и блогеров. На новом этапе акцент будет сделан на развитии экологического туризма. Первый выезд состоится в Шигонский район, где планируется посетить такие знаковые места, как Можский утес, село Усолье и многое другое. На сегодняшний момент Шигонский район наряду с Изранским в ближайшее время, наверное, станет лидером по открытию таких средств размещения, как кемпинги и глэмпинги. Сегодня целый ряд предпринимателей хотят открывать именно там. Что самое интересное, соседняя Ульяновская область открывает кемпинги и глэмпинги с той стороны. Поэтому я думаю, что наши два района и соседняя район Ульяновская область скоро превратятся в настоящий эко-кластер. Помимо обычного отдыха на природе, самарцам предлагают и необычные развлечения. Например, можно отправиться в поход с собаками, так называемый док-трекинг. Это направление мы делаем в Сан-Ульяновской области до 7 лет. И это не прогулка с собакой, а именно там древний поход. То есть тогда, когда вам дается собака, вам дается специальное снаряжение, и мы с вами идем. Мы сейчас открыли много маршрут, который называется у нас Рибер-троял. То есть мы идем по берегам того самого красивого Ильяновского обрыва. По берегам оставим в русло Волги. И как раз мы показываем, что у нас еще и приходят в каком-то Волгоглазе. Любители сельского туризма приглашают на экоферму в моих лугах. Люди приезжают именно за природой. При этом они получают и комфортное размещение, и комфортные условия. И, соответственно, могут напрямую пообщаться с представителями животноводческого комплекса нашей фермы. Судя по всему, третий этап проекта «Поехали!» не станет последним. Специалисты отмечают, что количество заявок на участие в нем постоянно растет. В России стартовала федеральная программа субсидирования детского отдыха. Как сообщает правительство Самарской области, в регионе программе участвуют 10 детских лагерей. 50% стоимости путевок родителям вернут за отдых детей в следующих оздоровительных учреждениях региона. Салют на мехзаводе, Салют в Новокуйбышевске, ДЦ «Березки», Космос-2, Россия, Лесной, Пансионат «Радуга», Звездочка, Сергеевские минеральные воды и Колос. Программа будет действовать до 31 августа. Заезд до 15 сентября. Обязательное условие – оплата карты МИР. На нее и будет возвращена половина стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Самара заняла 15 место в рейтинге забывчивых городов России. Исследование подготовило агентство «Зум Маркет». При ранжировании учитывались ответы горожан на 4 вопроса. Скажите, вы часто записываете нужную информацию, чтобы не забыть? Вы часто забываете о назначенных встречах и договоренностях? Вы часто теряете свои вещи? Вы можете назвать себя забывчивым человеком? 63% респондентов указали, что записывают важную информацию. 18% признались, что часто забывают о встречах и обещаниях. Как выяснилось, самые забывчивые россияне живут в Брянске, Саратове и Красноярске. Помнят все жители Москвы. В мэрии Самары обсудили концепцию будущего проекта по строительству пятой очереди набережной. Как сообщает в инстаграм мэр Елена Лапушкина, возможным техническим решением соединения первой и второй очередей станет эстакада, которая сама по себе будет представлять полноценное общественное пространство. При этом конструкцию сделают двухуровневой с большой прогулочной зоной, объектами досуга и зонами рекреации. В ближайшем будущем власти планируют приступить к разработке проекта. Будут учитываться три фактора. Предложение собственников объектов на береговой полосе, вопросы сохранения культурного наследия и мнения жителей. В российских железных дорогах собираются запустить программу поощрения пассажиров, вакцинированных от коронавируса. Об этом рассказал гендиректор «Монополии» Олег Белозеров. По его словам, пока в компании не определились с механизмом ее реализации. Но точно могу сказать, что мы заинтересованы, чтобы вакцинация в России прошла как можно быстрее, чтобы к нам вернулись наши пассажиры, подчеркнул руководитель перевозчика. Предполагается, что вакцинировавшимся пассажирам начнут начислять бонусы, мили или виртуальные деньги на сумму от 500 до 5000 рублей. В дворах самарских домов появилась ходячая и говорящая пирамида позора, информирует РКС «Самара». Коммунальщики продолжают удивлять население. Голосистые арт-объекты начали ставить на дворовых площадках у многоквартирных домов, и голос из динамика рассказывает о долгах неплательщиков соседям. В компании отмечают, что это очень эффективный способ воздействия на должников. Адреса домов, где проживает наибольшее количество должников, будут регулярно обновляться. В городе должны знать своих антигероев, отмечают в РКС. Дом с долгами за коммунальные услуги – это дом с потенциальными проблемами ЖКХ. Вряд ли кто-то захочет купить в нем квартиру. В Самарский университет теперь можно поступить через госуслуги. В ВУЗе в преддверии старта приемной кампании 2021 года решили запустить новую виртуальную опцию для абитуриентов, сообщает пресс-служба учебного учреждения. Университет подключили к сервису, поступив в ВУЗ онлайн. Вся процедура приема полностью в дистанционном формате. Для этого нужно заполнить электронную форму, выбрать в списке Самарский университет, ввести баллы ПИГ и загрузить копии документов об образовании и индивидуальных достижениях. Затем нужно будет просто следить за уведомлениями, поступающими на мобильный телефон. Федеральное агентство по рыболовству обратилось в арбитражный суд с иском к самарскому ООО «Больверк», которое находится в стадии банкротства. Надзорное ведомство просит суд обязать компанию выпустить в Волгу 150 тысяч мальков Сига. Стороны заключили такой договор еще в мае 2019 года, но самарская фирма этого не сделала. Как уже сообщала «Терра», «Больверк» признали банкротом в 2020 году. А директор компании стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Оно связано с хищением денег при строительстве порта в Калининградской области. Работу подпольного казино остановили сотрудники полиции, оперативники третьего отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка совместно с коллегами из городского МВД и при силовой поддержке спецподразделения «Гром». Игровое заведение располагалось в одном из частных двухэтажных жилых домов в Самарском районе областного центра. Когда туда пришли силовики, посетители играли в покер на двух столах. По версии полицейских, к незаконной игорной деятельности причастны местные жители 84, 88 и 93 годов рождения. К предварительным данным, один из них, ранее несудимый самарец, 88 года рождения, являлся организатором незаконной игры в покер. Их всех задержали. Во время осмотра помещения оперативники обнаружили и изъяли в присутствии понятых более 600 фишек для игры в покер, кейсы для покерных наборов, игральные карты, рукописные записи с указанием именных сумм ставок, мобильные телефоны. В отношении задержанных областным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконной организации проведения азартных игр». Если вина задержанных будет доказана, то им грозит до четырех лет лишения свободы. Тольяттинский автогигант заявил, что между «Ладой» и «Тесла» не может быть никакой конкуренции. Даже если «Тесла» официально появится в России, электромобили не будут конкурировать с «Ладой». В Тольятти отреагировали на заявление Илона Маска о возможном выходе компании «Тесла» на российский рынок. По словам представителей «АвтоВАЗа», прямой конкуренции между «Ладой» и «Тесла» не может быть. Ведь даже если «Тесла» официально появится в России, электромобили не будут конкурировать с «Ладой», поскольку они ориентированы на разные аудитории и находятся в совершенно разных ценовых категориях. 21 мая глава «Тесла» Илона Маска выступил на марафоне «Новые знания» и заявил, что скоро компания может выйти на российский рынок, а также появиться в Казахстане и других странах СНГ. Кроме того, Маск заявил, что в России может открыться новый завод компании. После этого в адрес «Маска» полетели предложения от руководителей разных российских регионов. Комментаторы поста с недоумением отреагировали на такое заявление «АвтоВАЗа». Просто как и губернаторы, заводчане решили тоже попиариться на Илоне Маске. Блогер Игорь Кондратьев рассказал, что на месте, где в будущем пройдет магистраль центральная, продолжается незаконная сливка фекальных отходов. Их сбрасывают в бесхозный коллектор. Это происходит рядом с дачами, никого не волнует. Рейс здесь идет о так называемых осенизаторах, собирающих септики из выгребов населения организации «Самары». В стране только треть частных домов, не считая дачи, имеет центральную канализацию. А еще есть биотуалеты в летних кафе на пляжах в зонах отдыха. Этот бизнес не просто вонючий, но и опасный. Его представители занимаются сбором и транспортировкой отходов четвертого класса опасности. На него обязательно нужна лицензия. Транспорт должен быть технически оборудован всем необходимым для обеспечения безопасной погрузки и разгрузки ЖБО. Кроме того, на такую машину обязательно нужно иметь документ, подтверждающий право собственности. Или документ, подтверждающий, что вы, например, арендуете данную машину. О сбросах в бесхозный коллектор властям жаловались еще шесть лет назад, но никакой реакции не последовало. Теперь об этом рассказали лично Лапушкиной. Редактор субтитров А.Семкин